Друзья, всем привет! Меня зовут Илья Андреев и вы на канале Ушатайка. В ночь на 20 апреля прошел турнир PFL, в главном поединке которого встретились два российских бойца – Магомед Умалатов и Андрей Корешков. Умалатов победил единогласным решением судей, причем во втором раунде оформил нокдаун. Мы связались с Умалатовым, когда он ждал самолет из Чикаго в Майами, где он регулярно тренируется в знаменитом зале American Top Team. Его следующий бой в гран-при уже совсем скоро, 28 июля. Мы обсудили бой с Корешковым, победы Мурада Рамазанова и Шамиля Мусаева, трудолюбие Мофсера Явлоева, тренировки со звездами НМА. Если еще не подписаны на Ушатайку, не забудьте подписаться и приятного просмотра! Ты выиграл у Андрея Корешкова, я тебя поздравляю с победой. Ты доволен тем, как ты этот поединок провел? Знаешь, ошибки всегда есть. Я сегодня только пересмотрел свой бой, вижу там много нюансов, которые не доработал. Смотря на то, что Андрей очень серьезный соперник, большим багажом, и в общем доволен, что выиграл. Я как бы планировал срочевые стойки тоже, в втором раунде. Вообще вся проблема сложилась в том, что я знал, что он использует свои спины, кики, да, с разворота удара. Я был готов к этому. Как раз когда он их использовал, я зашагнул, потом он мне зацепил бицепс. Получается, вот пятка, она мне прям зашла в бицепс, и прям уже небольшой надрыв или что, и с первой минуты я свою правую руку уже не чувствовал. А-а-а. Там я прям запампился, и я уже гематома, я правую руку уже все равно исчезал. Поэтому, даже когда я его зацепил на втором раунде, я нормально добить не мог его. Понимал, что не могу руку локала бить, а у меня как забилось вообще. И поэтому больше старался нажать дальше в борьбе. Вообще мой план был с ним боксировать и бороться, а поэтому бороться готов был с ним в пять раундов. Я вообще не считал, что он меня может чем-то удивить в ударке. Я себя уверенно чувствовал ударки. Изначально, когда мне этот бой дали, я знал, что я могу в ударке тоже с ним работать. Просто он сам такой нестандартный боец, взрывной, и не поймешь, чего от него ожидать. Я смотрю на эти вот развороты, удары. Я был к этому готов, и, по-моему, два раза даже я зашагнул за его развороты. То есть из-за бицепса ты так много времени уделил на борьбе? Да, и в бартере я ударить не мог нормально добивать его сильнее. Потому что у меня рука полностью отключилась. Даже сейчас я нормально не могу руку согнуть, что я понимаю. Видел у меня там гематома, а вся его сила разворотовала, она мне прямо в бицепс зашла. Как только в клинч с ним вошел, я понял, что у меня проблем не будет с ним. А ты до этого вообще много боев Андрея смотрел? В сути, это же ветеран, можно сказать, наш. Из команды Шлиниенко. Не знаю, но я наблюдал за ним давно, раньше, да. Никогда понятия не имел, не представлял, что я с ним буду драться. Но когда мне его дали, изначально другого дали соперника. Потом мне позвонили, сказали, мы такие, мейн-ивент сделай, ты будешь старичком драться. Я говорю, ну окей, хотите, давайте. И я посмотрел только его один бой, он дрался против собак, заводитого парня. Да, да. Два года назад, он с нашего зала как раз с ним работаем, сейчас поингуемся. Я посмотрел один бой с ним, и мне под силу этого. А там уже тренера смотрели, и у нас большой коллектив тренеров в этики, и они уже разыграют тонкостями. Вот в первом раунде там был такой момент, когда ты был за спиной в стойке. Андрей стал наносить удары локтем, рефери, его, так скажем, предупредил. Я ему еще выбор сказал, я говорю, я травмози, говорю, у нас в локте нету. Да. Я собрался, что ему не объяснили другое, что-то. Тебе не кажется, что это проблема PFL в этом плане? Нет, бро. Представь мне сейчас драться через два месяца. Если я сейчас получил сетчика, я приниматься не смогу. Мне придется сняться с двойером. Вот я за всю жизнь, вот первый раз получил сетчика на треновке за три недели до боя. Осень швовки ставили, у меня никогда не получил. У меня столько проблем ощутил я. Нормально спарринговаться не могу, постоянно щипаем. Постоянно там нужно обрабатывать. По сей день у меня бою чуть-то открылось. Слава богу, не полностью открылось. Проблем много. Поэтому если мы получим сетчика в бою, потом через два месяца непонятно уже, кто доживет до второго-третьего боя. В общем, логика есть в этом. Все, я понял. Исходя только из этого. Когда были супер-бои сейчас в Риаде, они разрешили. Ты посмотрел бои Мурада Рамазанова, Шамиля Мусаева? Да, я как раз в раздевалке был, пока наблюдал. Удивил Мусаев. Я-то за счетом рад уверен был. У него соперник был ударный. За Шамиля я думал, что более конкурентный будет бой. Потому что в сторону лица будет чемпиона. Как бы любить бороться, навязывать. Я, честно говоря, думал. Но я знал, что если он не повалит Шамиля, Шамиля выглядела. Уверен. Но что так досрочно, он не думал. Удивил. Но сейчас такая ситуация получается, что, кажется, бои между вами, то есть между дагестанцами, неминуемые. Надеюсь, второй круг точно не снялся ни с кем. В прошлом году у тебя же должен был состояться полуфинальный бой с Магомедом. Магомед Керимов. Мы с ним договорились. Он мне дал шанс. Он попустил меня. Я за 2-3 недели раму получил. Я позвонил ему и сказал, приезжай, я не могу. Вот так Магомед Керимов вернулся. А так я должен играться. Он мне дал шанс. Он снялся. Я должен играться в другом полуфинале. А, ничего себе. А почему он так сделал? Ну, мы с ним договорились, что мы не будем играться друг с другом. Он сказал, ты иди и все выиграешь. Я с ним поделюсь. Мираб Дворишвили нажаловался на перчатки UFC. Ну, то есть не на новые, а вот которые сейчас начинают из оборота выходить, потому что новые появились. Он говорит, что там, допустим, требуется очень большое усилие, чтобы сжать руку в кулак в этих перчатках. А вот в PFL какие перчатки? Удобные? Нет, в этом сезоне они нам новые сделали. Мне больше не нравится. Вначале, когда я начал играть три года назад, тоже были удобные. Потом последний год, прошлый сезон, они новые сделали. Они очень были. Сейчас опять новые. Мне понравились. Удобные. И многие кисти, они были шире, шире были в прошлогоднем. А эти покороче, больше превращения, да? Убродные. UFC не дрался с собой, чтобы сравнить. Ну, мало ли, может быть, какие-то. Я одевал их. Я одевал их, которые раньше UFC были. Я помню, что они только жесткие были. Очень жесткие были. Ага. А сейчас новые перчатки UFC, что они не такие жесткие раньше. Это я точно знаю. Угу. Ну, ты зато пояс UFC на себя надевал, я видел. Да. Видел было. Это было на поединке, получается, Мофсера-Явлоева, да? Мофсера-Явлоев, да? Мы все тренируемся. Ну, один из тех, кто-то чаще всего поиграет, поэтому с ним ближе общаемся. Я-то постоянно там. За счет чего, Мофсер, на твой взгляд, Мофсер стать чемпионом UFC? Сложная дивизион у него. За счет своего характера, за счет своей гибкости, даже предолюбия, очень сильный подход. Я пару раз пытался сделать ту работу, которую он делает. Я по неделю встать не буду. Да. Он реально уникальный, да? Слушай, а что же это за работа-то у него такая? Ну, вот так вот. Вот просто приведи в пример, чтобы... Ну, примерно пять раундов сделали мы в спарринге. Так. Обычный человек встанет, он выдався, но нет ни на что сил. Ну, да. Можно надеть кроссовки на улицу, в жару, в Майами. Еще час бежит куда-то. Ничего себе. Шарос так постарался с ним сделать. Неделя, говорю, у меня все тело ломило, я встать ему. Ну, организм у всех разный. Мне не подходит, что подходит. Каждый вывезет этого. Ну, ты знаешь, что даже вот если на его на фото посмотреть, то есть вот и меня, я вообще, я думаю, что очень многих людей поражает вот эта вот его физическая форма. То есть, ну, в UFC-то есть допинг-контроль. То есть, он чистый спортсмен, но при этом там мышцы такие, ну, как будто он бодибилдинг занимает. Мы все делаем на кроссовке. Он всегда старается больше сердца делать, повторения, больше сердца поднять. Какой он пахар в этом плане. Ну, да. Я ему даже постоянно говорю, не перепах, я говорю, но организм, он не знаю, что вы говорите. По мне нужно очень голодный. Даже сейчас приехал, он меня секундирует, и он здесь под две тренировки делал. Как тебе, кстати, топурия, как ударнику? То есть, потенциальный соперник Мусора. Я думаю, в UFC-то самое неудобное для него соперник. В UFC-то изначально он очень сильно ввязался, и Мусор такой, кто продолжает, 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 постоянно проходить, ввязаться. Атаки для него неудобно. Я думаю, он в первом третьем раунде уже топури тяжело будет. А то ему нужно, кстати, давать ему пространство, чтобы он мог приблизиться к тебе, если использовать свой бокс в сильную сторону. То есть, постоянно его будет зажимать, валить его, трейсинговать, он свою работу не сможет делать. Вот у вас с Мусором получается разница в две весовых, а вы с ним боролись? Может быть, даже вообще какие-то... Вот сейчас, да, вот, последнего, получается, неделя я с ним боролся, запарился. И поймешь, как его задушить, что с ним сделать. Такой коренаст, гибкий, очень тяжело, очень пластичный. Вроде бы понимаешь, но у тебя уже в руках, вот, вот, уворачивается туда-то. Ты выкладывал фото с Билалом Мухаммадом, назвал еще его будущим чемпом. Какие впечатления от работы с ним? Такой он вязкий, конечно, боец. Вязкий тоже парень, да, но, как сказать, вот мне сильно помогло, потому что я вот здесь обосновался в Америке, тренируюсь с этими бойцами, вот спаррингуешься с ними, тренируешься, растешься, даже ментальности не растешь. Ты понимаешь, что ты, допустим, когда медали Андрея, я понимаю, что он, да, не хочу умолять его за службу, что он был чемпионом, но я понимаю. Там многие писали, вот, муатор не потянет, он там ни с кем не дрался с хорошим, я же понимаю, что последние три года с кем я здесь тренируюсь, с кем я спаррингую, с кем я тяну здесь, с кем я выигрываю. Я в голове у себя, у меня мысли не было, что я проиграю ему. Я знал, что я все, что я захочу с ним реализовать. Здесь там какой-то нелабкий планчик. Поэтому в плане этого я чувствую, что здесь постоянно расту. Так что вот ты дома, ты как, подрался в Америку, приехал домой, фитнес там, что-то поддерживаешься, на одном уровне стоишь, а здесь ты постоянно развиваешься. Постоянно какие-то новые спарринки, новые тренировки, что-то новое узнаешь. И каждый год я понимаю, что я узнал новый. В плане всего. Поэтому нет такого, чтобы мне сейчас... Кого-то мне дали, и я подумал, что я ему проиграю. В голове у меня этого не будет. Как раньше, допустим, мне... Вот, конечно, в России, такие говорят, там, надо подраться там. Экс-бойцом UFC, у тебя там паника какая-то, вот он UFC дрался. Еще что-то... В этом плане ты вегментально заряжаешься. У кого в ITT самая дорогая машина? Масвидаля, наверное. У кого-кого? Масвидаля, Масвидаля. Да? Что-то... Да, ну парьер на обычной машине ездит какой-то. Знаешь, они так не любят прям. Он простяга парьер. Масвидаля на гелике вот с этим ездит. М-м-м... А какого цвета он у него? Матовый. А, матовый. Серый матовый. Ясненько. Смотри, такой вот... Он редко появляется в зале. Ты вначале сказал, лечу домой, в Майами. Ну, а как долго вот по твоим прогнозам Майами еще твоим домом будет? Как минимум, пока у меня карьера идет в Мачевске. Я не чувствую, что я здесь смог бы жить в Америке. Все равно это разная культура, вот так в плане того, чтобы приезжать в кэмп, тренироваться, вот эта качественность нормальная, но чтобы я сюда приехал, допустим, с семьей, живу здесь, я себя не вижу. Хотел бы приезжать, приезжать, но не на постоянную жизнь. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok